Здравствуйте, дорогие товарищи! Вот сегодня я увёз в Москву одну из Баламошкиных дочерей. Баламошка, так и я свою кошку называю. Кошка-баламошка. У одного котёнка мы пристроили здесь, в Коломне, а другого увёз в Москву. Там его вроде как приняли, там он мурлыкает, она, вернее, она всем нравится. Особенно нравится она тамошней собаке. Собака принимает её за некое лакомство, которым её пока не хотят угостить никак. Вот такая вот там пёс замечательный. Как они с псом научатся жить, это вопрос открытый, загадочный пока, но будем надеяться на лучшее. И вот после этой как сказать приёма сдапочной процедуры, скажем так, я отправился по Москве в замечательное место, называется «Центральный дом авиации и космонавтики». Раньше он назывался именем Жуковского, сейчас он, по-моему, такого названия не имеет, он принадлежит до САФ. Создан он был сто лет назад, фактически 6 января 1924 года. Ну, это сказка просто. Сказка в таком доме, наверное, начало 20 века постройки, он так всегда там и был. Довольно тесненькое помещение, немного места, но тем не менее, совершенно замечательное, огромное впечатление. Я помню, в детстве ещё хотел туда съездить, то есть, 60 лет тому назад. Вот так он был у меня, так сказать, в списке музеев, которые надо бы было посетить, но как-то вот не был он посещён ни разу. Вот. Ну, вот, замечательное место. Ну, как так, немножко название напрягало. «Центральный дом, авиации», «Центральный». А у него никакого другого нет, кроме этого. Ну, такое название, «Центральный», «Главный». Он один, сам себе начальник. Да, знаете, как у нас была такая должность, начальник сектора. В этом секторе никого не было, кроме начальника сектора. Должность такая, начальник сектора. Ну, как полковника. Не обязательно, что он полком команды. Ну, просто полков. Так и начальник сектора, так и «Центральный дом авиации и космонавтики». Замечательное совершенно место. Оно, конечно, подверглось некому, так сказать, унижению жизнью этой нашей. Рядом там был путевой дворец, по-моему, назывался царский, в котором прятался Наполеон в 12-м году от пожара, и в котором размещалось до 2008 года замечательное учреждение. Оно не просуществовало 100 лет, оно 80 с чем-то просуществовало, 88, по-моему. Академия имени Жуковского, Академия ВВС имени Жуковского, там Гагарин учился. Ну, она ликвидирована. То есть, формально так, ее перевели в Воронеж и присоединили к Академии Гагарина. И эту Академию Гагарина переименовали в Академию Жуковского-Гагарина. Вот и все. Ну, понятно, уничтожили. Точно жалко. Такие вот передовые учреждения, и, значит, потихонечку уничтожали. Это во времена нашего министра обороны, который был до этого торговцем мебели. Сердюков, он, так сказать, переводил все такое на экономию, режим экономии, сливал, объединял, уничтожал. Думали, что воевать никогда не придется. Ну, вот, вот так вот, да. Думали, все, с помощью экспромтов можно решить. С помощью экспромтов и всяких прочих вещей. Мне казалось, что нельзя. Экспром-то не помогает. Ну, вот, я ехал через Москву, а там фестиваль. Фестиваль цветов, по-моему, проходит в Москве на Большом Каменном мосту. Да, перед Каменным мостом большим там кинотеатр-ударник. Его там крышу ему сейчас разбирают, они будут его реконструировать. Это шедевр конструктивизма, надо сказать, тогдашнего 20-30-х годов. О, так, Большой Каменный мост тоже легендарный. Под ним когда-то рассказывали, на мель сел кит, и его кормили пирогами да водружками. Это, вы знаете, был такой обычай в Москве, когда льют колокола, нужно было рассказывать вот подобного рода небылицы обязательно, да, чтобы колокол хорошо звенел. Вот это одна из тех колокольных небылиц, это про то, как под этим мостом сел на мель кит. Вот, вот такие вот дела. Ну, начну демонстрацию. Я полагаю, так можно назвать. Так, где у меня тут? Что у меня? Где тут у меня? Так, секунду. Картинки буду показывать. Так, где мои картинки? В Кунвибинке, вот оно. Такое вот темненькое помещение. Вот, несколько газет, посвященных полету Гагарина. Вот он, беседа Хрущева с первым космонавтом ЮА Гагариным. Коммунист Гагарин, первый космонавт. К путь к звездам проложили коммунисты. Это уже к полету Титова. Вот он, Титов, майор Титов, майор Гагарин и наш лидер партии, значит, наш замечательный Никита Сергеевич Хрущев. Вот, Лепедевский Анатолий Васильевич, там стоит его бюст. Это замечательный персонаж, один из первых героев Советского Союза. Спасал он челюскинцев. Помните, когда ледокольный пароход Челюскина, на котором была экспедиция, пытался пройти себе в мор путем, за одну навигацию, попал в ледовый плен и был раздавлен льдом. Затерто льдами, так называлось. При этом погиб один человек, а все остальные, значит, спаслись на льдинах во главе с Собто Юльчим Шмидтом. И их потом, значит, авиаторы нашли. Вот, Лепедевский первый, кто туда совершил посадку, вывез. Надо сказать, что вот он героический человек, но фамилия его подвела. Вообще-то он родом был откуда-то из таких российских губерний, но надо же, был какой-то то ли родственник, то ли как польский лётчик, то он же Лепедевский. Понимаете? И как-то вот сюда были какие-то такие пьяные выкрики, что Лепедевский перелетел к немцам, да-да-да-да. Ну, нет, он к немцам не перелетал, и пьяные выкрики, вот, тем не менее, вот такие вот были с рассказами дурацкими. Моресев. Вот он умер, к сожалению, в 2001 году, в день юбилея. И вот лётчик Моресев, он умер, к сожалению, в тот день, когда должно было быть его чествование в театре Советской Армии, там на сцене стоял истребитель, там всё такое прочее, за ним уже приехали, а он умер. Чуть ли не по дороге. Вот такая трагическая история. Ну, Моресев легендарный наш пилот, он был сбит за линии фронта, приполз в партизанский отряд, но без должного медицинского, значит, помощи ему пришлось отнять ноги, ну, пониже колен ноги отняли там, и он, значит, вот, скажем так, геройски, так сказать, научился снова летать, снова стал лётчиком, наш Моресев. Так, это вот, видимо, Государственный Новосельский институт авиационных систем, его, так сказать, реклама, вот какие он проходил через него самолёты, вертолёты, ракеты, вот всё, что он, значит, с чем он работал с этими системами. Легендарный российский дореволюционный лётчик Нестеров, Пётр Нестеров, Петли Нестеров, Мёртвую Петлю называют Пётр Петли Нестеров, он, по-моему, автор первого тарана, да, воздушного тарана. Там по, так сказать, поверху, вот в этом выходном зале висят фотографии всех наших авиаконструкторов в велосипедном порядке. Вот висит легендарный Бартини. Ну, он себя выдавал за какого-то сына незаконно рождённого, какого-то то ли герцога, то ли как у них там, маркиза итальянского, но на самом деле он им не был. Был он коммунистом, революционером, приехал он в Россию, тут он в Советский Союз, тут его, конечно, посадили. Ну, вот он работал в Шараге, по-моему, в Ступолевом месте. И потом он работал у Бериева, авиаконструктора, тоже очень известного создателя, ну, как сказать, гидросамолётов. Такой вот гидросамолётом занимался Бериев, это город Паганрог. А вот он, кстати, Бериев, Болховитинов, тоже известный авиаконструктор, писал много книг популярных, кстати, по авиации. Григорович, Швецов, Туполев, Яковлев. Вот Яковлевым завершается эта вот цепочка вся. Легендарный наш лётчик, трижды Герой Советского Союза, да, Покрышкин. Вот Кожедуба Покрышкин, два были легендарных лётчиков. Ну, а сзади портрет Грязодубовой, тоже лётчик, мадам Грязодубова. Тут вот где-то угнездился игрушечка, которая создана руками школьников, наверное, ну, так сказать, вот ко дню космонавтики или ещё что-то. Вот так вот она тут где-то там спряталась гнездиться. Что это за кресло, я не знаю, подпись у неё нет. То ли это для катапультирования, то ли это для испытаний, то ли ещё чего-то. Какое имеет отношение, так сказать, гранты мэра Москвы к Центральному дому авиации и космонавтики до САФ России, я не знаю. Но это вот я тут что-то фотографирую. Кстати, комплексы с крылатыми ракетами. И вот первые наши комплексы 10Х. Вот видите, это ещё первый послевоенный комплекс. На что он похож? Как вы думаете? Правильно, на ФАУ-1. Ну, вылитая ФАУ-1. Воздухоплавание. С чего всё начинается? Вот самый, наверное, известный был российский воздухоплаватель, создатель воздухоплавательной школы, кавалер Ордена Почётного Легиона Ко-Ванько. Вот он. Он дослужился даже до генерала-лейтенанта, то есть, первый генерал-лейтенант авиации, дирижабли были под его руководством. Французская делегация очень была потрясена его дирижаблями, и поэтому награждён он был Орденом Почётного Легиона. А да, мы были союзниками с Францией. Вот. Ну, вот, после революции он вроде как оставался на своём посту. По разным данным уволил столь в конце семнадцатого, то ли восемнадцатого, а в девятнадцатом умер. Голодно было, холодно было. И болеть он начал. Ну, хотя старым-то его не назвать тогда было. Вот, по одним данным в восемнадцатом умер, по другим в девятнадцатом. Ему было-то всего-навсего шестьдесят лет. Да. Вот. Ну, а это вот ещё одна легенда, так называемая Крикутный. Значит, был такой автор, любитель истории и фальсификатор. Фактически, он, так сказать, фантаст был. И он написал работу. Она была рукописная работа. Она так и известна учёным, как рукопись. Высокоплавание в России начиная с девятисотого года. Не с тысячи девятисотого, с девятисотого года. И вот там есть один эпизод, 1731, по-моему, год. Где-то там в Рязани некто совершил полёт на воздушном шаре, наполненным дымом. Да, вот. То есть, это Монгольфьер, получается, у него. Видите, там дым наполняют. Помнится, в Рязанском музее кривическом раньше была диорама, изображающая полёт крикутного, да, и даже как-то губернатор Рязанской области сказал, что мы родина воздухоплавания. Но на самом деле, когда стали разбираться, уже в 50-х годах, то есть, тогда очень у нас ценилось, так сказать, первенство России в разного рода делах, и вот, когда стали разбираться, то оказалось, что, то оказалось, что, значит, там даже где-то поправили, там сначала там был написан какой-то немец, окрещенный в нашу веру, ничего-то не было там написано, но всё кончилось тем, что, понятное дело, что это фальсификация была установлена, но, как видите, до сих пор эта сценка там присутствует, да, что вот там про него написано, кто он такой был, да, ему памятник и на его мифической родине есть, как там было написано-то, подьячье из Нерехты, да, в Нерехте там у него есть, подьячье из Нерехты, вот, ну, потому что там где-то этот фантаст писал в 19 веке, а его отредактировали для того, чтобы печатать, где-то уже в 20 веке, ну, немец неудобно сделали русский, вот, Лилоптель Иллинталь, создатель первых планеров, которые летали, он, естественно, погиб во время одного из полётов, а вот это вот самолёт братьев Райт, вот он вперёд летел вот этими вот плоскостями, да, а сзади был груз опускается, эта схема была так, как у трамваев Сан-Франциско, до сих пор, которая там бегает, ну, таких трамваев было много, братья Райт торговали велосипедами, то есть у них было понятие шестерёнка и всем прочим, молодцы они, братья Райт, вот, и вот он, как сказать-то, опускается вот этот груз на башне, да, трос, протянутый вот под этой линией, один рельс там, по нему, значит, скользит этот аэроплан братьев Райт, разгоняется и взлетает, жик, и взлетает, чтобы не таскать чем-то его, тянуть, а вот этим грузом. Вот первые полёты были, братья Райт с помощью этой установки совершали, потом них двигатель поставили, ну, в общем, вполне себе создатели первого летающего аппарата. Самолёты Парижского Птичника 1909 года, ну, такой фестиваль самолётов, а потом скоро стал не до фестиваля, помните, такой, 1912 год, это когда Титаник потонул, например, ну, кроме Титаника много чего было тогда, каких-то нововведений, я всех перечислять не буду, а главное, что в ту пору началось как раз применение авиации в военных целях во время Балканских войн, как раз тут вот в 12-м году, ну, вот тут ещё пока веселятся, резвятся, 10-й год, да, Гаккель, Россия, Блерио, Франция, такие коробочки летающие, а это вот зеркало заднего вида на самолёте ставилось, а вот там в дальнем углу лежат свечи для авиационного двигателя, особые какие-то, видимо, свечи, а это уже, так сказать, Форман, Франция, да, сейчас я вам что-нибудь покажу ещё весь, тут огромная коллекция моделей, есть такая легенда, что там модели всех самолётов, которые только были, ну, не знаю, по всей видимости, тут они едва ли все показаны, но их очень много, вот это, кстати, двигатель поршневой российской конструкции, чистая российской конструкции, с вращающимися в противоположном направлении пропеллерами, талантливый русский изобретатель, механик-самоучка Уфимцев, вот он, двигатель в 70 лошадиных сил, вот, 1910 год, вот, а потом они усовершенствовали до 100, вот, и был он на выставке авиационной в Москве в 12-м году, как видите, традиция московских аэрокосмических салонов была, это макет бомбы Первой мировой войны, имитационный макет фугасной авиабомбы, 250-м, килограммовый, да, был изготовлен в качестве учебного пособия той самой ликвидированной Академии Жуковского, 160 метров длина, 44 диаметра, сантиметра, не 165 сантиметра длина, а это вот Жуковский слежи, слеги ближайших сотрудников учеников МТУ Московского технического училища, это Баумовский, вот, надо сказать, что Жуковский начал свой вот такое восхождение к высотам науки благодаря миллионеру Рябушинскому, кстати, он старобрянец был, Рябушинский как раз и создал, дал деньги на то, что теперь называется ЦАГИ, Центральный аэро-гидродинамический институт, он был тогда не в городе Жуковский, немножко в другом направлении, в сторону туда, поселка Железнодорожная знаменитого, мотор Рон 80 по лицензии выпускался в России, да, вот он, А это, по-моему, Нестеров, да, Нестеров, да, траектория историческая его петли, как он тогда изобразил петли Нестеров, и таран его исторический. Вот он, Рябушинский в Кучине под Москвой основал первый в мире аэрогидродинамический институт, аэродинамический. для, значит, учреждения, посвященный чистой и прикладной аэродинамике и динамике реальных жидкостей вообще, а также изучению различных способов летания. Вот, видите, как было интересно. А это Илеодорович, Борис, Борис, Росинский Борис Илеодорович, вот он, он в 1984 году родился, а дожил он до 1977 года успешно в советской власти. Он до, значит, революции был, собственно говоря, летчиком-испытателем, то есть не новые модели испытывал, обкатывал новые самолеты. В день по пять самолетов он, значит, поднимал на крыло, вот, ну и потом передавал, значит, войска. Нужно сказать, что Россия имела самый большой воздушный флот среди всех воюющих держав. Да, а, вот он, интересный самолетик, называется он, как же он называется-то? Да, сейчас увеличим. Если вы помните замечательный фильм, служили два товарища, Вуазен, Франция, вот он, вот именно на таком самолете летели персонажи вот этого фильма, служили два товарища, и, когда заглох девять, один из персонажей говорил пилоту, чини мотор, отлетался военлет. вот, да, да, история печальная была тогда. Да, вот он, Вуазен, Франция. Тут много самолетов, всех не упомнишь, вот видите, вот всякие самолеты времен, Ньюпор, Ньюпор, как его называли тогда французский, 122 лошадиных сил, а скорость-то какая, 171 километр в час, и вот наверху стоит пулемет, да, ну, как по нашей классификации ручной пулемет, но вот так вот, да, такая вот вещь. Вот, модели, 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 но освещение там, конечно, никакое просто, и стекло мешает снимать и показывать. Русский Витязь, вот этот самолет называется, четырехмоторный, экспериментальный, вы узнаете, что он был прообразом, значит, кого? Заминитово Ильи Муромс, так, немножко отмотаем назад, тут еще макет самолета Можайского, он так и не взлетел, у него было два паровых двигателя, но двигателя не хватило ему, да, глядишь, мог бы взлететь, если бы, как братья Райт, использовал какой-нибудь внешний привод, и полетел бы для разгона, там же надо разогнать было, а это самолет АНТ-25, Андрей Николаевич Туполев, его конструктор, и он был сделан для поставления рекорда Далинский полет, он летал из Москвы, ну, из подмосковного аэродрома, до южной границы почти США, долетал, вот, или до северного, боюсь соврать, то есть, он долетал до США, это был фурор, полный фурор, обратно, правда, он возвращался морем, сталинский маршрут, видите, куда сталинский маршрут, в Америку, вот, товарищи уходили сталинским маршрутом в эмиграцию, да, а это вот сталинский маршрут, это, кстати, вот, конструкция, несущего винта вертолета Камова, да, у него два винта, вращающиеся в противоположную сторону, как у того самолетного мотора, который мы были, ну, это, естественно, мотор самолетный, авиатор Раевский в 25-м году учредил вот этот переходящий приз, некая обнаженная дама с цветочком, несущая на плече пропеллер, пропеллер, та были деревянные, и, собственно, дама могла нести его как весло, как женщина-девушка с веслом, так вот дама с пропеллером. Липедевский, я вам про него уже рассказывал, вот он. Обратите внимание, как много у нас было авиаконструкторов. Ну, это хорошо, конечно, но каждый авиаконструктор это свое КБ, свое опытное производство, свои модели самолетов, и они все время состязались друг с другом, и вот не было никого, кто бы их интегрировал бы вместе, кто из нескольких создал бы один. Маркинсайд, 18-й год, вот он, год выпуска, и мотор Испана-Сюиза, а скорость-то какая, 211 км в час, да еще два пулемета. Чкалов, легендарный летчик-испытатель, молодым погиб, в 34 года, но это тот самый, который перелетал через полюс. Громов, тоже через полюс летал, не погиб, и дожил до 85-го года, тоже такой был знаменитый человек. Ну, потом, видите, он до 85-го года дожил, но вот эта вот слава 30-х годов, конечно, уже, так сказать, ну, кто надо, помнил, но, в принципе, она вот так вот забылась. ДБ-3Б, дальний бомбардировщик, 36-й, 38-й год. Вот куча тут дальних бомбардировщиков. КР-6, это корабельный самолет, нет, 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 Туполев АНТ-40, так, САГИ А7, многоцелевой стрельб, автожир. А, это автожиры. Замечательная машина, у него нет несущего крыла, у него есть несущий винт, у него вот тянущий винт, он разгоняет тянущий винт и летит, и он набегающий поток, раскручивает вот этот пропеллер, и он на нем держится, он создает подъемную силу. Очень надежная вещь, пилотирование гораздо более безопасно, чем пилотирование самолета. Нет там многих явлений, которые есть в самолете, типа штопоров, затягивания в пике и все такое прочее, там у них этого нет. Это вот тут такая коллекция макетов автожиров, которые-то разрабатывались. И, кстати, есть, ну, это вот автожир красный инженер, да, понятное дело, а вот это вот вертолет опытный, естественный, экспериментальный вертолет ЦАГИ, 30-й год, несущий винт, и два пропеллера, которые не дают вертолету проворачиваться в другую сторону. Ну, но они на носу и на хвосте по пропеллеру. Вот такая, сейчас схема сзади на балке, там, представить вертолет. это вот кабина этого самого аэростата. Стратостат, да, прям так, стратосферу прошлетал. У нас путались стратостат со старостатом. Старостат, это там, когда старосты групп собираются, я имею в виду, на старостат, на стартостат. Ну, шутка такая, дурацкая, конечно. Макет модели легкого, многоцелевого, экспериментального геликоптера, который для обдувки был подготовлен для аэродинамической требования. Ну, тут трудно фотографировать, но можно. Мотопланер. С двумя поршневыми двигателями интересно, как мотопланер. Просто пламер или стомотер. Вот он, тот самый вертолет. Это иногда приходится применить усилия. Да, это вот экспериментальный пассажирский самолет, неизвестно какого года. Но это вот стандартный двигатель с воздушным охлаждением АШ-82, да, он ставился на самолеты Лавочкин, например. Вот он такой вот для полярной авиации, наверное, что-то делали. Ну, такой проект, наверное, да, экспериментальный, как видите. Еще один. Это вот здесь биплан, а это называется, так сказать, триплан. Причем каких-то ранних годов, 28-й год. Это еще не кончился НАП до конца, и возможно, что это делалось одна из моделей для аэрофлота. Туполев с усами времен, так сказать, промпартии. Он, кстати, был в учебнике по пятитомнике истории КПСС, вот эта фотография была его. Там почему-то какое-то отношение так к промпартии. То ли хотели вот туда присобачить, то ли, не знаю, что это такое. Тяжелый бомбардировщик-1, ААНТ-4, 25-й год, видите, когда вот это началось. То есть он начинал свое творчество на так называемой кроватной фабрике. Ну, на кроватной фабрике делал самолет. Туполевский тяжелый бомбардировщик, 30-й год. Так, а вот это вот интересный человек Ка Калинин. В 38-м году его расстреляли, естественно. А это его опытный тяжелый бомбардировщик 33-го года. У него 7 двигателей. Вот смотрите, тут 3 на другом крыле 3 и сзади вот тут между вот этими килями поставим еще один толкающий двигатель, да. Грандиозный бомбардировщик. По тем временам вообще не превосходя, не превосходя, невозможный. Где он тут, вот его характеристики-то. Он бомбовая нагрузка до 16 с лишним тонн, да. А, значит, при дальности полета 2400 километров, то есть туда и обратно, видимо, 6-тонная нагрузка, да, вот он мог мог лететь даже до европейских стран, вот границы СССР, чтобы там сбрасывать 6 тонн бомб, да. Вот. У него, значит, вот огромное вооружение и 12 человек экипаж. В Харькове его делал он. Вообще ООН Калинин работал по заказу аэрофлота до этого. Аэрофлот тогда была частная фирма, это акционерное общество Добролет, на самом деле, называлось, и Добролет летал на самолетах его авиаконструкции. Это первое его изделие погибло в первом же полете. Вот. Ну и дальнейших работ решили не проводить, потому что решили сменить концепцию. Вы понимаете, когда много очень авиаконструкторов, они состязаются, а решение принимает не какой-то компетентный орган, который над ними, над всеми стоит, такого нет. А решение принимает партийное руководство, которое в этом мало понимает. Кто кому сказал, вот этот гад, его надо расстрелять. Ага, ну, понятного самолета делать не будут. Вот это основной пассажирский смертей аэрофлота, он до 43-го года летал. Начали его эксплуатировать в 30-м году, сконструировали, естественно, еще при НЭПе, при Кулацком. Как видите, у нас развивалась авиация. Что он себя мог представить? Ну, давайте так, коммерческие вещи. А первое, скорость 906 километров, как видите, серьезная скорость, но это максимальная. А так, обычная 178 километров в час. Дальность полета 960 километров. То есть, это вот, ну, до Сибири за один присесть не залетишь, не долетишь, но за 4 раза можно. Причем, каждый раз это будет примерно по 5 часов. То есть, вот за 2 суток можно долететь туда, да, в таком самолете. Ну, то, что практически потолок 5000 метров, это как раз ничего хорошего в этом нет. Так, где же тут у нас экипаж человек есть, а пассажироместимость забыли. Ну, давайте посмотрим, вот он, то есть, пассажироместимость у него была, соответственно. Он ничем не хуже, вот так, по конструкции, по всей видимости, чем немецкие тогдашние самолеты, которые летали на наших линиях. Самолет общего назначения конструкции Поликарпова. Не путать с Петляковым. Поликарпов это По. По-2, помните, замечательный самолет, тоже это конструкция Поликарпа. Разведчик и легкий бомбардировщик. Вот они. Грушин, Поликарпов, Поликарпов, Кочергин, Болховитинов, кого только нет. Это Бериев, многоцелевой корабельный самолет. 40-й год. Вот он, видите, какой хороший. Тянущий сверху двигатель, над ним установлен, а снизу, как поплавочек главный, это кабина с пилотом и его фюзеляж. УТ-2 35-й год, тренировочный самолет двухместный. Уточка. Ну, вот он, У-2 или ПО-2, знаменитый наш кукурузник, ПО-2. У-1, учебный один, 22-й год еще, видите, как он был. Учебный один, двухместный, да, двухместный. П-4 Бис, 20-й год. А уж, как видите, конструировали у нас самолет. корабельный, Белеевский самолет. Кстати говоря, у меня такое ощущение, что вот этот фюзеляж взят от И-15. Промб такой есть И-16. Ишачок, это такой низкоплан, то есть убрали верхнее пыльное и сдали ему убирающее шасси. Я покажу вам, тут будет еще у меня. АНТ-9, Туполевский самолет, из эскадрильи самолетов Максим Горький. Это не должно было, такая пропагандистская эскадрилья, вот этот крокодил должен был вести редакцию, представители редакции крокодила, они должны были разъезжать, разлетать, а на Максиме Горьким еще стояла радиостанцию, выпускалась газета и громко говорит, летит самолет, громко говорит ли всякие лозунги, призывы и новости. Вот он, Максим Горький, шестимоторный гигант, и он при полете над Красной площадью пролетал, и один из истребителей сопровождения стал делать петлю вокруг его крыла и столкнулся с ним, все упали, люди погибли, все как положено, но у всех, включая этого пилота, похоронили в стене на Красной площади, в Кремлевской стене на Красной площади, прах похоронили, вот это было очень важно, помню, здесь такая фотография, Прыщев несет эту урну с прахом, они оба несут с этим, с Кагановичем, с Лазарем Кагановичем и приглядывают, Лазарь Каганович был тогда главный по Москве, а этот был главный по Московской области, вот они несут и переглядываются, такая фотография есть еще, вот, вот он, Калинин, тот самый, в 1938 году его, значит, шлепнули, гад оказался, как всегда, вот, почему-то так, но он, кстати, был из бывших, он был офицером, был царе еще, по авиационной части, но связал свою жизнь с большевиками, ну, значит, кто связал свою жизнь с большевиками, с тех, кто служил в армии, красная, кто руководил Красной армии, троцкий, батюшки-то мои, троцкист, и с выжженным каленым железом троцкистскую нечисть, так, на второй этаж поднимаемся, ТБ-7, это на самом деле петляковская машина, как на П-8, что ли, П-9, вот он, ну, это бомбардировщик дальний, для нагнетания воздуха в двигатели высотные, они не справлялись с низким давлением, еще внутри стоит еще один двигатель, который подает туда воздух, значит, в эти двигатели внутреннего сгорания, на самолете на этом, ну, во время войны он как бомбардировщик, предполагаю, что использовался, но основное его назначение было возить дипломатическую почту из Москвы, там, вот, в Лондон или Лишингтон, вот это вот было, понятно, он такие сверхдальные перелеты делал, ну, с использованием дополнительных баков, очевидно, вот, это вот оружие времен войны, пулемет авиационный ШКАС, шпитальный комарницкий авиационный скорострельник, вот тут интересный комментарий меня вам ждет, вот скорострельность пулемета 180 выстрелов в минуту, калашников 600 выстрелов в минуту, в принципе говоря, значит, искусство оружейника обычно заключается не в том, чтобы обеспечить максимальную скорострельность, а в том, чтобы ее снизить, потому что, понятное дело, откатывается у вас назад ствол, это быстро происходит после выстрелов, подается вперед, и сразу готов следующий выстрел, как быть, чтобы замедлить, вот во всех этих установках, там, пистолет-пулемет, калашников, и так далее, снижают скорострельность, кстати, у ППШ, по-моему, она слишком большая скорострельность, а тут вот снижать ее не надо, тут, наоборот, чем больше ты выпустишь патронов за короткое время, тем пули, тем лучше. Так, 127-мм пулемет Березина, вот, 20-мм пушка Березина, 25-мм, вот они стоят, и пушка ВЯ, называется, Владимиров и Ярцев, Владимиров это пулемет Владимиров крупнополиберный танковый ПВКТ, ШВАК Шпитальный Владимиров авиационный крупнокалиберный, калибр 20-мм, но это еще не самый большой калибр, вот так вот, издалека и во всяких ракурсах, ну, понятно, стрелковое оружие, моя страсть, а это вот, уже вот длинная вот эта пушка, это 37-мм, а рядом, по-моему, 23-мм, если не ошибаюсь, вот там вот эти патроны, все авиационные, от 7,62, обычный, вот как вот это вот, 127-62 на 54Р, до 37-мм, там и 23-мм есть, вот это справа, по-моему, 23-мм, всякая, где ж мы тут, что же я не сфотографировал тут эту надпись, да, не сфотографировал, ну вот, на словах вам придется, мы согласились, это 23-мм, это 37-мм, значит, откуда такие какие-то калибры, 23-37, есть система калибров, которая пошла еще с Великобритании, они называются фунтовые калибры, вот, например, если вы сделаете ядро, шар, один фунт, английский, свинца, то вот такой вот его диаметр, это вот калибр один фунт, это примерно 46-мм, дело в том, что аналогичный калибр в нашей стране называется 45-мм, потому что у нас калибр измеряется не по дну нарезов ствола, как в Великобритании, а по полям между нарезами, 45-мм, в Америке тоже по нашей системе меряют 45-мм, охотничьи патроны измеряются так, вот 12-й калибр, значит, 12 пуль шариков таких можно сделать из фунта свинца, 8-й калибр это 23-мм, то есть 8 таких пуль 23-мм, если поделите пополам, значит, вы можете 64 таких сделать пули, это 64-й калибр, если это в сотых долях дюйма, 0,45 дюйма, или в миллиметрах 11-й калибр, это знаменитый 45-й калибр, американский, 45-й калибр, или как у нас в старых книгах написали 4,5 линии, у нас линия 10-я доля дюйма, вот винтовка у нас 7,62 мм, это 3,1 дюйма, значит, 3 линии, а это 37 мм, почему 37 мм, а это как раз полфунта, полфунтовый калибр, да, ну, боюсь, что тоже 36 мм будет полфунта, а это вот 37 с учетом нарезов, стандартный калибр, вот, так сказать, Гочкес под нее делал, скорострельную пушку она использовалась, ну, не автоматическая скорострельная, вот в первых танках использовалась, и Гочкеса не только пушки делала, а пулеметы делала, а вот это вот ГШ, ГШ для Мига 23, 23-мм пушка, вот тут патрон 23-мм, пуля кажется, как будто резиновая, но она не резиновая, да, вот аналогичные пушки, по-моему, вы знаете, можно было видеть в качестве зенитных орудий, но она автоматическая, естественно, этот зал посвящен авиации послевоенная, когда прошла реактивная техника, да, вот, Су-9, это вот эта машина, какой год это у нее, 46-й год, ясное дело, что это по мотивам немецких истребителей, причем это бомбардировщик скоростной, проверим, да, фронтовой истребитель и бомбардировщик, дело в том, что некоторые военные теоретики утверждают, что вот если бы немецкие конструкторы не сосредоточились на том, что реактивные самолеты должны быть истребителями для борьбы с американскими и английскими бомбардировщиками, а сделали бы из них бомбардировщик, то этот бомбардировщик мог бы решить не в нашу, так сказать, пользу операцию выставки англо-американских сил в Нормандии, они могли бы наносить удары, значит, они могли бы преодолеть ПВО американского и английского, там, в общем, они обеспечили превосходство авиации в воздухе, но даже один такой самолет мог наносить удары, разрушать там причальные сооружения и так далее, и так далее, вот считать, что он бы мог решить в другую сторону это вот все, так он хирургически безнаказанно действовал бы, да, но в ту пору уже реактивные самолеты были, вот когда вот это делалось, безнаказанно не поработаешь, вот, это вот макет учебный пусковой установки ракетный, чего только нет, это мой любимый Як-25, почему любимый, это, во-первых, истребитель-перехватчик, у него скорость 1090 км в час, это больше, чем у тогдашних бомбардировщиков, вот, а любимый, потому что я делал такую модель этого самолета, клеил, да, я тоже, я тоже ведь клеил тогда-то модельки, да, еще один истребитель-перехватчик, ну, тот был у нас 52-го года, это более ранний, 49-го года, ну, скорость примерно такая же, да, вот, но у всех этих истребителей есть один маленький недостаток, маленький радиус действия, когда, значит, стал вопрос, как будем защищаться от налета американских бомбардировщиков Б-52 через Северный полюс и других бомбардировщиков, стал вопрос, где мы возьмем такие истребители, которые будут летать и перехватывать, вот этим занимался, вот он, тяжелый такой, баражирующий, называется, перехватчик, у него дальность действия пара тысяч километров, 2,5 тысяч километров практической дальность действия, вот, они могли перекрывать такие истребители, весь Северный Ледовитый океан, вот, и они долгое время служили Родине вооруженных сил, чуть ли не в 90-м году их только сняли с вооружения, да, Туполев, ну, Туполев, автор большого количества самолетов, вот это он знаменит бомбардировщик Ту-4, чем он знаменит, это такая вот русская копия американской воздушной суперкрепости, да, вот, летающей крепости, летающей суперкрепости, вот он, ну, кстати, даже более мощная, потому что у американцев там полдюймовые пулеметы 19,7, а у него 20-мм пушки, ну, некоторые, как легенду, расскажут, что он все точно копировал, даже цвет, как там покрашено, где какая дырочка, там забили, забыли вставить заклепку, оставьте дырочку, ну, это, по-моему, это просто было преувеличение, такое, знаете, издевательское, на самом деле, самолет, ну, понятно, что по мотивам очень сильно создан, близок к копированию, но не до такой степени, а по-моему, это Ту-16, если не ошибаюсь, это предшественник, предшественник Ту-104 пассажирского самолета, очень аварийная машина, так же, как и Ту-104, а Ту-22, это другой бомбардировщик, это вот тот, что он вернулся, нет, даже не этот, его тут не видно, почему-то, это Ту-95, который до сих пор летает, вот, ну, это вот какая-то его модификация, на самом деле, исходный Ту-95 появился, еще, он ровесник Б-52, короче говоря, да, ну, это турбовинтовой, а тут турбореактивный, на его базе сделали самолет более, так сказать, приемлемый, чем Ту-104, Ту-114, так, где тут чего у нас есть, еще видно, ну, сверхзвуковые самолеты, вот он, Ту-104, та песня такая была, я вам сейчас пою, Ту-104, лучший в мире самолет, очень была популярна всегда рассказ, отдельных, известных людей, о том, как он по какой-то причине, не улетел, он рейсом, а этот самолет Ту-104 разбился, долгое время это был единственным, летающим, реактивным самолетом в мире, пассажирским, вот, после того, как британский самолет Комет, ему запретили полеты, кстати, Комет до сих пор летает, но он служит в армии, там, чего-то он, по-моему, система обнаружения подводных лодок, он используется, вот, Ту-104, конечно, уже не летает, а тогда летал, ну, как, единственная страна, где есть реактивная авиация, как же быть-то, и они все время падали, падали, Туполеву говорили, там, какие-то проблемы с аэродинамикой, он не хотел слушать, и вот однажды трагическое падение, и пилот до самого конца по радио сообщает, вот, все параметры самолета, как ощущения, ну, и Туполева сумели убедить, делать какие-то переделки, сократилось, аварийность этого самолета, Ил-62, дальнемагистральный самолет, ну, на нем очень много летали, он большой, дальнемагистральный, я на нем, по-моему, в Владивосток летал, вот такой сядешь, суснешь, проснешься во флотике, да, потому что при этом, куда-откуда ты еще прилетел, часы меняются, летишься, летишь, на раздутых полосах, вот они, сзади четыре двигателя вместе, это, так сказать, Мясищевский экспериментальный сверхзвуковой самолет, так получилось, что Мясищев, он занимался, кроме того, что работал в Шараге Тубровской, по-моему, но был заключенным, естественно, он занимался всякими экспериментальными работами, но этот экспериментальный самолет, он просто отдельный экземпляр, сверхскоростного самолета, а это вот КБ Мясищева сделала в 95-м году, уже, естественно, после смерти Сауми Тищева, некий самолетик Сокол, короткомагистральный, как сказать-то, это времена уже были 90-х годов, это вот шлемофон с очками, лунграфоном летчика дальней авиации Хамедулина, вот, из комплекта летного снаряжения, так вот написано, так, так вот, видите, Ил-114, 91-й год, а потом это все не пошло в дело, почему? Дело в том, что этот заказ сформировался раньше Министерством авиации, Министерство авиации гражданское сформировало заказ из каких-то своих соображений, когда эти самолеты были изготовлены, сданы, так скажем так, провели, испытаны были, да, да, Ил-18, старая машина, такая известная, винтовая, да, вот, кстати, некоторые летают до сих пор, так, ну, давайте вернемся к современным машинам, тем не менее, что же случилось, оказалось, что авиация теперь предъявляется требование еще экономически, а раньше этого не было, раньше это одна из структур государства, авиация, она должна обеспечивать любой ценой, надо больше топлива, дадим больше топлива, надо больше запчастей, дадим больше запчастей, а тут сразу в комплексе, от запчасти поставишь, бизнес, ничего личного, плюс к этому времени еще старые советские самолеты, отовсюду все страны мира стали их продавать, их можно было тут свободно покупать, наши авиакомпании могли покупать, но в конце концов перешли, естественно, на импортные машины, увы и ах. Ил-96, уже, конечно, Ильюшина на свете не было, но такой дальнемагистральный пассажирский самолет, вот на нем мы успели полетать, я в том числе тоже, вот такой большой сарай, такой подъезжает, народ выходит, ой, сумасается, огромная машина была, да? А вот Ту-204, это только мы знаем на картинках и в легендах, Ту-214. Вот Ту-154, это такая рабочая, так сказать, машина, большую часть своих полетов я совершал на нем. Ту-144, сверхзвуковой самолет, который из-за ЧП в Лебуржене пошел в серию, ЧП был ужасным. Самолет упал на школу, погибли дети, в Лебурже там, это самый авиасалон парижский, вот, и наши представители была дана задача, надо первыми найти черный ящик. И они первыми нашли черный ящик, вскрыли, вытащили оттуда магнитофон. Поэтому никто не знал, почему он разбился. О магнитофоне разобрались, оказалось, там была такая история, в кабине самолета были журналисты, и один из журналистов выравнил крышечку объектива. Надо же такому быть, диаметр крышки объектива как раз совпадал с просветом вот того, так сказать, там, где движется рычаг, щель такая, которая рычаг высоты движется. И он заклинил его, самолет поэтому погиб. Он попал туда, не вынуть его ничего, ничего не сделаешь, заклинил его. Короче говоря, если бы это все было, нашла бы официальная комиссия, официальное заключение было бы, да, самолет хороший, но вот нас же не повезло, черт возьми, этим самым русским. И он пошел бы на мировой рынок, а так он себя дискредитировал, полетал какое-то время Москва-Алма-Ата, а потом он стал летать Москва-Алма-Ата, возить только почту. Вот. Все, вот такая вот история печальная с ним. Да, вот видите как, слишком, 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 слишком быстро схотели. Ну, тогда было передо, вот нашли, а там кто-то украл, верните, пожалуйста, оказывается, наши же бегали. СОР, ГРУ, да, ТУ-144, тот самый, печальный. А это, по-моему, планеры разного рода. Такая вот, ну, кстати, не Фокус, почему-то все снялось, это у меня, разного рода планеры. А это, по-моему, Руслан, да, Руслан. Это, по-моему, один из самых больших на недействующих самолетов. И он даже попадает иногда в западное кино, когда нужно что-нибудь, очень большой самолет. И они там бывают, эти Русланы. Ну, они не русские, они белорусские там бывают, если помните. Это тоже Анн. Вот он, у Рузника Анновский. И вот теперь одна из его модификаций. Кстати, КБ Антонова было, 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 было в Новосибирске, а потом перевезли его в Киев. Оно стало заграничным теперь для нас. Вот тоже один из Антоновских самолетов с высоким расположением двигателей, чтобы в них не попадала с аэродрома в пыль. Тискать в самолет короткого взлета и посадки военно-транспортной авиации на пыльном аэродроме, чтобы пыль не попадала в воздухозаборник. Такая вот идея. А вот с низким расположением сейчас очень популярно, да? Туда пыль попадет, если что. Руслан был, насколько я понимаю, сделан специально для того, чтобы транспортировать с места на место и перевозить шаттл наш. Это знаменитый Антей. Знаменитый. Почему знаменитый? Ну, он долго очень всех впечатлял. Однажды, как-то я помню, шел я с мамой куда-то, а мама встретилась с кем-то не могла не поговорить. С моей мамой. Я маленький был. А нами шло как раз в это время учение. Летели один за одним эти вот Антеи, а над ними там так вот петлями баражировали истребители, прикрывали. Какое-то такое учение было. Ну, как это в реальной боевой обстановке выглядело, никто не знает. Так, вот теперь Бериев. К.Б. Бериева летающие лодки. В принципе говоря, К.Б. Бериева вот получил, насколько я понимаю, эта тема существовала еще с довоенных времен, и она была сначала в Дубне, вот на другом берегу Волги, на каком? На левом берегу Волги, там Дубна авиационная такая есть, ящик там. Вот. Вот там они располагались, а потом там стало К.Б. производящие крылатые ракеты. А эти переехали в Паганрог. Там и море есть, и не какое-то там водохранящее море. Вот. И задача была такая, что надо было сделать стратегический бомбардировщик, который будет взлетать с воды, соответственно, он может в любом месте приземляться, базироваться может где угодно. То есть, понимаете, на любом берегу, где можно выехать на берег. Вот. Вот такие вот вещи были. Вот он, тоже Бериевская машина. Вертолет К-10. Это вот первый советский вертолет 48-го года. Как видите, вот такой вот на двух поплавках взлетает один человек, вылетает, наблюдает, понимаете, да? Вертолеты. Вот два легендарных вертолета, Ми-1 и Ми-4. Легендарны они для меня прежде всего тем, что я клеил их детские модели. А Ми-4, если помните, в любимый фильм режиссера американского Коппола, а его любимый фильм, как ни странно, советский фильм под названием «Неотправленное письмо», да, и вот там в финальных кадрах как раз когда появляется этот вертолет, я не знаю, спасли ли этого Смоктуновского, который нес это письмо, или он все-таки замерз, но письмо они получили, вот этот самолет. И когда некий, так сказать, в сюжетном отношении, да, такая небольшая кальчика была в фильм «Схватка» с этим ирландский актер, американский актер ирландского происхождения там играл. У него схватка должна была быть с волками, вот он все приготовился, поглядел на Леба, но думаю, сейчас вертолет появится, нет, не появился. Но на небо он поглядел. Все-таки было искушение повторить этот шедевр для американцев. Да. Камовский вертолет с вертикальным взлетом. А это вот называется винтокрыл. У него, значит, поднимает вот эти, значит, лопасти, как несущие, потом идет тянущий полет, а эти вращаются как автожир. Ну, вот очень сложно наворочено, поэтому это вот не получалось никак. Никак не получилось. Ил-76 транспортный самолет. А это комплект штурмовского снаряжения, включая портфель, и всякие вот линейки для расчетов маршрутов, такие вот не счетно решающие приборы, а вот такие вот, ну, забыл, как это называется обычно у нас, но как-то называется. Так, поршневой двухрядный звездообразный двигатель, это для того самого бомбардировщика Ту-4, для копии, видите, он 18-цилиндровый, двухрядный, это для той самой копии американского суперкрепости, вот для этого самолета. Ага, Ми-10 тяжелый вертолет-кран, тоже памятная мне модель, я ее, помню, клеил и слушал по радио про Ломоносов передачу, и клеил и эту модель, так что, видите, запомнил. Боевой вертолет Черная Акула. Так, возвращаемся, а, вот еще что, в 43-м году всерьез рассуждали о том, чтобы на базе ракетного самолета, а этот ракетный самолет был, так сказать, по мотивам самолета ракетного, который еще конструировал наш Королев, вот, по его испытаниям, да, вот этот Би-1, вот, испытывали его, и вроде как готовили серию с 30 самолетов, и 43-й год, работал он на азотной кислоте и керосине, и вот решили испытать его на максимальную скорость полета, самолет должен был лететь, пока не выгорит все топливо, самолет летел, пока не выгорел все топливо, а потом почему-то он вошел в пике разбился. Долгое время считали, что пилот потерял за перегрузки, наверное, там, ударился, дескать, солнечным сплетением под дых, да, штурвал и потерял сознание, вот, но, с другой стороны, потом, когда появились адекватные, а эта скорость была уже почти под звук, тысячи метров, тысячи километров в час, вот, появились, что, с такой вот классической схемой, это схема, как для таких дозвуковых, дозвуковых, там, 100-900 километров в час самолетов схема, что при таких больших скоростях обдуву, когда появились настоящие большие трубы, он, его затягивает в пике, он не может маневрировать, то есть, может быть, он и не потерял сознание, был затянут в пике и разбился, вот он, он должен был быть истребителем, должен был решать вопросы на войне, это такая вот тут моделька, сверху наш штурмовик, а внизу немцы, он их бомбит, да, это тоже знаменитый, легендарный, почти не выпускавшийся истребитель, бомбардировщик Ту-2, Туполев его делал, когда был арестант, и все другие там арестованные авиаконструкторы его делали, они сделали его подвигать с воздушным охорождением то самое, что использовался на истребителях Лавочкин, Ла-5, вот, и этот самолет не стали выпускать, но по отзывам, так сказать, военных специалистов, он все-таки воевал, бомбил, фронтовый бомбардировщик, это, наверное, лучший в своем классе бомбардировщик Второй мировой войны, Ил-4, вот такой дальний бомбардировщик, самый распространенный в наших ВВС тогдашних, бомбил Берлин, кстати говоря, в 41-м году, вот он, тот самый Лавочкин, который, вот, да, тот самый деятель, АШ-82, вот, ну, как видите, у них скорость это 580, вот такие, вот, не 1000 километров в час. Авиационные бомбы, как видите, они легонькие все, по полтора килограмма, по два с половиной килограмма, вот эта вот вторая слева, это, по-моему, да, противотанковая кумулятивная бомба, да, кстати говоря, вот этот замечательный самолет Би-1, ракетный, его предполагалось использовать как истребитель, и одно из вооружений было маленькие бомбы, которые он должен был сбрасывать на плотный строй бомбардировщиков, вот летел бы, а он над ними, бла-бла-бла-бла, а эти бомбы на них падают и разбивают бомбардировщики, вот такое вот у него было предназначение, ну, вообще, смело, да, правда, необыкновенно бомбам бомбить бомбардировщиков, вот он, справа обещанный мной И-16, Ишачок, в Испании его называли, называли Курносы, а слева, по-моему, Як-3, такой вот, один из основных поршневых наших бомберов, Пе-2, Петляковский, бомбардировщик, Петляков, кстати, в 1942 году, когда он работал тогда на Казанском заводе, он уже был лауреат премии Сталинской 41-го года, все нормально с ним было, ничто не предвещало плохого, но тут решили на этом заводе выпускать Туполевскую машину, Ту-2, Ту-2, это ведь машина, которая курила у Берии, Лаврентий Павлович, и он, значит, схватился, значит, и полетел в Москву, по непонятной причине он не полетел на дежурном, у них были пассажирские самолеты для связи с Москвой, ну, эти вот, Дуглас или как, Ли-2, вот, и он попросился, значит, готовую продукцию перегоняли в Москву, чтобы там использовать, дальше на фронт, вот, и эта готовая продукция, во-первых, она была не обкатанная, во-вторых, там летели неопытные пилоты, и сразу по взлете в Казани он сразу уже разбился, по непонятной причине, с работающими на полную мощность двигателями вырезалась, но, естественно, какого-то подробного исследования тогда не было причин катастроф, но Петляков погиб. Вот он. Да, а, кстати говоря, тут есть у нас П-2 пикирующий бомбардировщик, а вот это вот, он сначала делался, он как истребитель высотный двухмоторный, вот он, идея. Двухмоторные истребители были во Второй мировой войне, да, вот он, по-моему, тот самый истребитель. Я вам покажу. Митчелл очень популярный был в нашей армии американский бомбардировщик, насекомый бомбардировщик. А вот это немецкая авиация, вот это пассажирский самолет Юнкерс, он у нас использовался и в советских авиационных перевозках, вот, а это знаменитая рама, разведывательный самолет, выпускался он в Чехословакии, надо сказать, один из лучших в своем классе. Вот она, рама. А вот это вот британский, насколько я понимаю, истребитель, двухкелевой, двуматорный. Вот, во всяком случае, во время прилета Черчилля в Крым, его самолет сопровождали именно такие истребители. Это в Хронике есть. Это японский Зеро, американский истребитель сверху. А, это, наверное, самый красивый самолет всех времен и народов и 153 Чайка. Это практически тот же самый И-16, только вот с верхними крыльями и так далее. Вот, очень красивая машина. После войны, после освобождения Парижа в аэропортов в Ангаре нашли его. Откуда он там появился, непонятно. Вот такой он красивый, красивый, невозможно. Вот, со второго этажа спускаясь, тут летят наши самолеты, а то Гагарин слева. На улице, вот напротив, какой шикарный дом такой, да, тут него дальше пристроили чего-то такое, наверху пристроили. Раньше там была, по-моему, какая-то гостиница необыкновенная. В этот дом, в котором находится центральный дом авиации и космонавтики, он тоже старый, начало 20 века постройки, на него очень зарились, предлагали, давайте мы вам дадим квартиры, а вы заберете всю эту технику в музей задорожного отдадите, а мы тут что-нибудь сделаем свое. Ну, как-то вот не соблазнились они квартирами, так видите, героические люди. Вы, кстати, сходите в этот музей, там есть что посмотреть. Это вот раздел космонавтики, тут придется за угол зайти, вот я зашел за угол. Музей космонавтики замечательные, это вот первые реактивные двигатели, которые экспериментально еще, как называли, опытный ракетный мотор, 30-е годы еще, да, видите, камеры сгорания, сопло, сопло, или как некоторые называют, но вообще называют сопло. Вот очень интересные конструкции есть, она, по-моему, предвосхищает что-то, вот она, конструкция, это конструкция, кого же конструкция, сейчас мы повернем немножко. Это Сандера конструкция, да, это его двигатель. Вот тут вот вырывается, значит, из сопла пламя и нагревает вот это вот в связи в реке находящееся топливо, горячее топливо попадает в камеру сгорания. Такая же система используется для охлаждения сопла в некоторых ракетах, но, по-моему, Фау-2 использовалась. вот вот он центр, кстати. Ракета, которая была оснащена интересным очень топливом, жидкий кислород и сгущенный бензин. Вон тут вот шашка сгущенного бензина, туда попадает кислород, она горит, она взлетает. Представляете, какая интересная история. Такая вот жидкостная вроде как ракета, да? Прикольно. Это ГИРТ, глупо исследованное реактивное движение, они сделали несколько успешных полетов. Это корабль, спутник, по-моему, два он назывался, спутник номер два, он повез на орбиту собаку, лайку, которая погибла от перегрева. Вот она. герметичная кабина животных. Тут вот и кормушка и подается как-то так, как она должна была в невесомости корме есть, и воду пить, дозами подается, и, соответственно, там была сенсационная. Здесь войлок, а снизу, хотя какой там в космосе низ пропка. И лайк сама одета вот такой вот штанишки, которые там все убирали и офигали. Бедная лайка. Это ракета Н-1 знаменитая, которая нужна была для лунной гонки работать. Как говорят фразы «Лунная афера» появилась у злых языков в курилках, которые работали у Поролева. Они считали вот эту Н-1 это, так сказать, ну, не афера, это, конечно, попытка выиграть соревнования, но она не удалась. Астрономическая трубка АТ-1 использовалась для наблюдения за спутником. У нее широкое очень было поле зрения. И вот тут вот через зеркало, чтобы не пялиться вверх, наблюдается движение спутника между звезд. Вот по широкой такой карте можно всегда было определить угловое положение, координаты на небе и, соответственно, траектория орбита. Модель двигательной установки. Знаменитая «Катюша» от метеорологической ракеты такого года-то. А, по-моему, еще довоенная с ним еще была. А сколько вот дала она? А, до 100 километров. Нет, это послевоенная была, конечно. Ну, это вот 36-й год. Дальность полета 20 километров. Видите, баллистические ракеты. «РНИ» это там, где Тухачевский над ним был. Начальником находилось оно в Петропавловской крепости. Там есть его музей. Это «РНИ». «Реактивный снаряд РС-82». На самолетах подвешивался. На Клокингу уже временно против японцев. Юрий Гагарин. Ну, вот, мы ушли в конце концов в космос. Макет орбитальной станции «Мир». Красота и только. Вот он. По-моему, это еще «Мир». А вот это будет МКС. А это тренировочный городок-космонавт. Модель «Батут». Тот самый, из которого должен был Илон Маск в космос летать. «Рейнское колесо». Там, значит, вы сейчас не знаете, а там, значит, космонавт закрепляется как, не знаю, во все руки, да, как крест. И крутится, вертится, вращается такая подготовка. Тренировка вестибулярного аппарата. МКС 1 к 150. Смотрите, какую-то даже балку над ним построили, да, замечательно. А это вот на первых наших кораблях был «Секстант» для того, чтобы, если в незнакомой местности космонавт приземлиться, он мог бы определить по Солнцу положение с вами. эмоциональный прибор. Это космический скафандр «Сокол». Он только для спуска, он так, не для работы. Типлозащита «Бурана». Ну, вот, потрогать нельзя, так что, ну, что сказать, как пластиночки, пластиночки, что-то. Это кабина «Бурана». И фотографии людей, которые его на Земле испытывали, как самолет и так, должны были с ним летать в космос. Но, как видите, в космос они с ним не полетели. Транспортно-пилотированный корабль. А это вот интересный скафандр очень, да, это для высотных полетов. Ну, такой старый разработчик, какого года тут написано, 59-го года. Значит, вот, можно объяснить, в чем тут дело. Он такой, так сказать, проточной системы скафандр. Туда поступает воздух, под давлением и выходит. Все наружу, все продувается, на продув работает. В чем он с таким легким поддувом небольшим? Там десятая доля атмосферы лишней есть, или нет, меньше даже. Там, помню, 200 миллиметров бодяного столба, это, значит, две сотых атмосферы, на два процента больше, чтобы он не прилегал к телу, и человек легко в нем мог шевелиться. А в случае разгарметизации кабины, высотный полет, давление низкое, туда подавалось при 0,2 атмосферы кислород чистый, и человек мог надышать. Модель стартового комплекса Буран. Ну, к сожалению, это все. Да, это межпланетная наша станция МКС, международная, межпланетная космическая станция, в данном случае, МКС. 71-го года, Марш-3. По-моему, аппарат спустился, снимки передал. Ну, это печальная такая история. Тут, может быть, путаница с датами, кстати. Я вот нашел ее тут дальше. Сейчас посмотрим. Это вот Вега-1 и Вега-2. Это в эпоху, когда к нам тут прилетала значит, комета Галлея. Это два аппарата должны были с одной стороны комету Галлея немножко мимо нее полететь, поизучать, а потом спуститься на Венеру и запустить там зонды. Зонды в смысле аэростаты. И вот они там путешествовали в атмосфере. Вот тут неоценимую информацию передавали. Фобос, модель самого спутника Фобос, такая же модель как Глобус такой, можно сказать, есть в музее при Институте Космических исследований Академии науки. Это вот сам Фобос, который тогда Фобоса не долетел, к сожалению. Астрон советской автоматической станции. она замечательна тем, что там был ультрафиолетовый телескоп. Шесть лет он проработал. Тут опечатка. Это не Венера 5 и Венера 6, это Венера 2 и 3. 65-й год. И они напустились наверное в 66-м году на Венеру. Так, дайте сообразить. Нет. Что-то тут вообще путница какая-то. Был успешный полет с посадкой. Один пролетел мимо, а другой приземлился. И это было в 67-м году уже. Вообще путница. В 67-м году и в 68-м вот в первом номере техники молодежи как раз об этом писалось. А вот это вот действительно название Венера 5 и Венера 6. Тут тоже видите 5 и 6. Но это не она. 5 и 6 это вот в 69-м году они летали, спускались туда, значит, и получали хорошие очень фотографии. И вот по ним помните к Санфомолите находил там какие-то следы жизни, как он оказал окажется. Глобус Луны. Луноход. Это астрокосмический объектив. Три метра у него фокусное расстояние. Относительно отверстие по-моему 1, 10-е, диафрага такая. Светосильный объектив. Но правда 1, 10-е это не луч света в темном царстве, но Землю видим, фотографировать можно оттуда, издалека. А это вот называется спектрозональная съемка. Ей занимались на наших станциях, отснимали поверхность Земли петрозональная съемка. В частности, помните, рязанский космонавт, тоже помните, я вам рассказывал, когда петрозональная съемка, но этот аппарат не показывал. Состыкованные союзы. Первая святачная стыковка была. Солнечная панель медвежонок, что он тут делает, я не знаю. А это вот такая фотография полученная тут, видите, метро Фрунзенская, парк культура, спортивная, смоленская, киевская, студенческая, Арбат, вон стоят дома, вот эти арбатские, там кинотеатр Октябрь, дом книги. Спутник экран. Это спутники были на геостационарной орбите для того, чтобы передавать телевизионное изображение. Его можно было на Землю принимать. То есть, это, в общем-то, были первые, одни из первых советских спутников вещания, ну, как спутниковый телевидение фактически. Предпоследствовалось для такой, на коллективную антенну принимать надо было. Ну, в общем-то, да. БТРК-10, бедовая радиотехническая кассета. Это тоже некая, так сказать, притеча радиотелефона. Это, например, предназначено было для радиолюбителей, для студенческих каких-то, так сказать, экспериментов и для таких вещей. Метеор, спутник погоды нашей. Все, последние фото. Увы, нет, не последний, еще есть сертификат. Настоящий удостоверяюсь, что эта пара флагов, одна из 499 идентичных пар, находилась на станции Мир. Вот, пожалуйста, к станции Мир, когда отстыковался их американский шаттл. Коллективу Центрального Дома Авиации и Космонавтики, 95-й год в честь первой стуковки станции Мир и корабля Атлантис. Да. Ну, печально видеть этот самый замечательный центр Авиации и Космонавтики, Центральный Дом Авиации и Космонавтики в таком вот печальном состоянии. Увы, ах, я не что. Ну, вы сходите в него, пожалуйста, я вас очень прошу, это нужно. Там вы можете много чего-нибудь нового увидеть. Кстати, там в бесплатном доступе появился новый журнал, как там наукотехника называется, издается «Волга». Второй номер там был за прошлый год. Не знаю, сейчас он задается или нет. Я почитал, мне очень понравилось. Там рассказывается про полностью многоразовую ракету разработки одной американской фирмы. Там интересно очень рассказывается про развитие жизни на Земле. Такой многофункциональный журнал. Там про какие-то боевые корабли есть, все, чего только нет. Он там бесплатно бери, подмышку и неси. Я что и сделал. Так, я бы показал, здесь он был бы рядом, но его рядом нет. Вот, такие вот дела. И там еще магазин, где торгуют моделями роддом. И там мама для ребенка покупала пусковую установку вот этих вот тор, что ли. теперешний тор, 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 покупал и все говорил, иди подойди послушай, там объясняли как раскрашить. Да я вот тут смотрю, вот интересно нашел. Вот так вот. Я еще там книжку какую-то купил по истории, по военной истории. Там, да, там молодой человек продавец в майке, а на майке как так замысловато, что-то нарисовано, но так замысловато, чтобы никто не подумал, стоит свастика. Очень замысловато, но он не подумал, что свастика. Я бы вспомнил тогда, почему-то вот мне мама говорила, вот учись, учи математику, будешь дальнобойной артиллерии служить. Ну, кстати, сейчас служить дальнобойной артиллерии это не очень безопасное занятие, потому что сейчас существуют системы контр-батарейной стрельбы очень эффективны, потому что в считанные там минуты определяется траектория полета снаряда, откуда он вылетел, и по этому месту он наносится в удар. То есть после того, когда ты бабахнул, надо тут же уйти. То есть времена, когда, знаете, помните, как в Вторую мировую войну там огромные батареи бьют по врагу, ну, хоть бы хны. Вот, хоть бы хны. А тут сразу прилетит. Такого сейчас не может быть уже. выстрелить, свеление, и стрелить, ну, со мной. Контр-батарейная тогда была контр-батарейная стрельба, но это, понятное дело, надо было разведать нахождение этой батареи, там, самолет, который могли сбить, еще что-нибудь. Вот, рама летит где-нибудь там высоко, передает координаты, цели. А сейчас все очень точно и прилетает только так. Такие вот времена пошли. так что математику учить-то надо, но это опасная работа вызнать математику. Так, ну, спасибо вам большое, дорогие зрители, что посмотрели. Большое спасибо будет, если вы все-таки туда сходите, и огромное спасибо, если пришлете мне денег на поддержание функционирования основных систем моего организма, на кормежку кошкам, котятам. Вот сегодня я одного котенка пристроил. Хорошие руки, как думается. Ну, счастья, радости вам. До свидания. Всех вам благ. Спасибо.